Всем привет! Меня зовут Гущин Кирилл, разработчик Нордстрима. Но сегодня мы не будем говорить о спинках Нордстрим, приманках Нордстрим, ну и так далее, что еще Нордстрим делает. Сегодня мы поговорим об одном из моих самых любимых вариантов твитчинга, это дип-твитчинг. Почему так? Я в свое время, год назад, чуть больше года назад уже, сделал обученку по твитчингу для начинающих, где я рассказывал, как вот с моей точки зрения наиболее эффективно твитчить обычные воблеры класса SR, максимум, наверное, MR, ударная проводка, все красиво, рыбы ловятся, все хорошо. Но после этого ко мне неоднократно обращались с вопросами, а что делать с глубинными воблерами? Давайте начнем с того, что такое глубинный воблер. Глубинный воблер – это воблер с большой лопатой. У меня их, на самом деле, любимчиков сейчас на данный момент три. Это Шакал СДД Скурил 115, это, соответственно, Мегабас Вантен Р3+, и это, естественно, Болисонг Лонгбелл. Глубина, значит, на которой эти воблеры работают, варьируется примерно от трех до четырех, максимум, четырех с половиной метров, в зависимости от сил течения, от дистанции заброса, от паузы, которую мы даем. Но все они именно проходят под категорию дип-твичинга. Чем отличается глубинная проводка, проводки на глубинных воблеров от проводки обычных? На самом деле все, все упирается в силу удара. Если при обычном твичинге я рекомендую делать достаточно резкий, короткий удар с последующим опуском лески и пауза, то дип-твичинг такого не потерпит. Разница в чем? Я сейчас попробую показать. На самом деле все это будет в ощущениях, потому что визуально вершинка дернулась, какой-то удар по воблеру прошел, какое-то движение ему дали, но передать это в руку абсолютно на камеру невозможно. Это, кстати, еще один вопрос о том, что некоторые сильно недалекие личности говорят, что чувствительность в твичинговых спиннингах не нужна. Вот именно для того, чтобы понять, что ты делаешь с воблером, она нужна и очень сильно. Ну, как бы это отдельная тема, может быть, когда-нибудь расскажу. Теперь давайте смотрите. Дип-твичинг. Отличие от проводки обычного SR, максимум МР воблера, воблера класса DR, DDR. Смотрим. Заброс. Вот он у меня полетел. Кстати, сразу расскажу. В прошлой обучалке я об этом не говорил, понял свою ошибку, начинающий об этом не знает. На забросе резко рвать вначале нельзя. Любой воблер, если ты не хочешь, чтобы он перекрутился у тебя в полете, должен лететь достаточно плавно. А для этого надо очень плавно разгонять спиннинг при забросе. Тогда захлесток будет минимум. Забросили. Как и в обычных SR, DR-ку надо притопить. Но лопата большая, и для этого движения одно, максимум два. Это мало. Чтобы вывести DR на нужный тебе горизонт, нужно не очень резко, а вот примерно с такой скоростью, как я сейчас делаю, сделать 3-4 вот таких движения. Да, мы сильно сокращаем рабочую дистанцию, но при этом у нас воблер сразу ушел на глубину 3-4 метра. Далее. Все отличие проводки заключается в том, что ты делаешь легкий-легкий ударчик. Как понять, правильно или нет, ты делаешь удар? Я обычно останавливаю удар в момент, когда я чувствую, что воблер своей лопатой уперся в воду. В этот момент я перестаю дальше двигать руку. То есть вот легкие-легкие ударчики. В момент воблер уперся и остановился. Вот даже видно. Первый у меня удар проходит почти в холостую. Второй. В момент, когда я чувствую прям сопротивление воблера, я останавливаю проводку. Пауза. Обычно дип-твичинг, как бы, он характерен очень долгими паузами. Вообще, давайте просто объясню, для чего я использую дип-твичинг, зачем он в принципе нужен, когда вот есть там тот же джип, например, да, и какой глобальный плюс от него. Сегодня, классическая ситуация, почему еще меня вот сегодня прям захотелось сделать вот эту маленькую обучалочку, просто потому, что сегодня дип-твичинг переиграл классический джик со счетом 6-0. Есть. О! 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 Семерка есть? Ситуация. Рыба пассивна. Вода сейчас у нас 4,5 градуса. Ну, в данном случае, рыба как бы вся. Сейчас объясню, почему. Вот. Вода 4,5 градуса. Пассивная-пассивная рыба. И при скорости падения джиговой прямой на дно, она просто не успевает среагировать. Или не хочет скорее. Она пассивна. С дип-твичинговым вобблером, если мы ловим, как вот сейчас, в боевой точке на глубине от 4 до 7 метров, мы можем смело давать паузу 3, 4, 5, 6, 7 секунд. Плюс ко всему, вот у нас сейчас с собой паноптикс стоит на катере. То есть мы не просто еще, как бы, кидаем и там что-то ловим. Мы оцениваем поведение рыбы. Выходов, скажу честно, примерно в 10 раз больше, чем реально поклевок. То есть крупная щука поднимается, сопровождает, идет за вобблером, не берет. Это нормально. То есть если бы у нас каждый выход рыбы кончился поклевкой, мы бы ловили в день бы там 30, 40, 50, 60 хвостов. Вот, такого не бывает. Но, опять же, сравнивая поведение джиговой приманки и вобблера, за джиговую приманку выходов почти не было. Вобблер постоянно поднимает рыбу. Ну и, соответственно, в какой-то момент это заканчивается поклевкой. Вот, поэтому, когда рыба пассивна, когда ей нужна максимально большая пауза, примерно в одном горизонте, вот тут любой дип-твичинговый вобблер на глубинах до 6-7 метров, ну, в зависимости от силы течения, если течение не сильное, то 7 он поднимет. Если течение сильное, сам дип-твичинговый вобблер уйдет примерно метр на 3,5, и тогда он поднимет рыбу где-то с 5-6 метров, в зависимости уже от ее настроения. То есть, при пассивной коматозной рыбе дип-твичинг выигрывает большой паузой, поднимает рыбу с большой глубины, ну и, соответственно, провоцирует ее на поклевку тем, что он там висит в толще воды, как-то болтается. Очень важный момент. Любой дип-твичинговый вобблер, он обладает своей собственной игрой. Поэтому, если вы ловите на течении, кидайте вбок, вниз, даже вверх, любая пауза, это не просто висящий и разворачивающийся вобблер. Нет, дип-твичинговый вобблер не разворачивается. Настолько, насколько обычные там SR-ки, MR-ки. Дип-твичинговый вобблер может немножко шевельнуться и остаться примерно в этом положении. Но из-за того, что у него достаточно большая лопата, течение или, например, правиль с леской, который исчезает, меняется, на него влияет, он все равно немножко движется. Это заменяет нам при проводке обычного вобблера, соответственно, легкое покачивание. С дип-твичинговым вобблером этого делать не надо. Забросили, ударили до момента, когда почувствовали, что он уперся, ударили очень мягко, очень-очень мягко. И, соответственно, потом дали большую-большую паузу. Вот для меня лично, ну, при моем опыте ловли именно на вобблеры, по дип-твичингу это одна из самых-самых удачных проводок. Теперь, по спиннингам для дип-твичинга. Таких жестких требований, как на обычный твичинг, у дип-твичинга нет. Почему? Потому что, в принципе, из-за того, что проводка очень мягкая, очень мягкая, анимировать дип-твичинг можно вполне себе нормально, даже джиговой палкой. Да, это несколько крамольно, но джиговой палкой вполне себе это можно делать. Единственное, что я не люблю этот вариант. Я, конечно же, предпочитаю вариант твичинговой палки, и самый мощный, но тут должна быть уже наработана, поставлена техника, для того, чтобы почувствовать и не переусердствовать при ударе. Когда ты делаешь этот легкий ударчик, просто пошевелить дип-твичинговый воблер, заставить его чуть-чуть сработать, этого достаточно. Из-за большой лопаты он же более отривен, чем обычный СР. Поэтому надо очень четко дозировать усилия. Вот я сейчас показываю. Кажется, что у меня проходит очень большое расстояние вершинка. Нет, она проходит минимальное расстояние. Я просто бью по прослабленной леске и чуть-чуть анимирую дип-твичинговый воблер. Ну, собственно говоря, вот это вот самое-самое главное. Вариантов воблеров, конечно же, больше, чем я вам показал три штуки. Дело в том, что есть куча там подделок, реплик, чего-то еще, чего я могу абсолютно не знать. Ну, вот у меня они, вот эти вот три самые-самые боевые. На этом, наверное, все. Больше я пока ничего не придумал, что я могу как бы донести того, чего вы можете не знать. Но если вдруг я что-то упустил в видео, не стесняйтесь, задавайте вопросы. Я иногда захожу даже на более-менее старые фильмы. Видео, обучалки и отвечаю. Если вдруг срочный какой-то вопрос, я там не ответил в течение дня двух, там на рыбалке, еще где-то что-то. Контакт, руссфишинг. В общем, захотите, найдете. Без проблем, при большей возможности. Если есть какие-то вопросы и непонятки, я отвечу. На этом, наверное, все. Мы продолжаем рыбалку. А вам ни хвоста, ни чешуи. Ну и хороших поклевок. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова